здравствуйте друзья а вы смотрите еженедельный дайджест айти портала гейсит ком а в этом выпуске мы собрали самые главные новости мира хай-тек которые произошли в период с 22 по 28 января компания intel сообщила что провела расследование и разобралась в причине частых перезагрузок старых систем после установки патчей для устранения уязвимости мелдаун и спекты официальная рекомендация производителя теперь звучит так повременить с обновлением если ваша система построена на базе процессоров sandy bridge и в бридж хасвилл бродвилл к би лэйк и sky lake также сообщается что уже разработан новый патч устраняющий проблему и его ранний билд будет разослан в ближайшие дни партнером для тщательного тестирования перед официальным релизом как видим intel всеми силами пытается справиться с уязвимостями собственных процессоров но пока все сводилось только к программным исправлением которые в различной степени влияют на уровень производительности но теперь с о компании брайн кржанич сообщил что же концу года появятся процессоры с исправлением уязвимости мелдаун и спекты на уровне ядра будут ли это модели восьмого поколения или апгрейд коснется уже новой линейки intel ice lake не уточняется компания via официально представила новую линейку сок процессоров joxin kx 5000 она состоит из 5 моделей которые должны составить конкуренцию процессорам intel core i3 и core i5 наиболее интересно выглядит флагманский 64-битный чип kx u5680 он получил 8 ядер и 8 потоков с рабочей частотой 2 гигагерца 8 мегабайтами кэш-памяти второго уровня и поддержкой 64 гигабайт uzu формата ddr4 2133 также его встроенное графическое ядро способно отображать 4к контент на днях в сети был замечен довольно любопытный слайд на нем показаны результаты сравнения встроенных графических ядер процессоров amd ryzen 5 2400g и intel core i5 8400 тестирование проводилось в нескольких популярных играх при разрешении full hd как итог графический адаптер amd vega 11 вышел чистым победителем местами он выдавал в два-три раза более высокий результат чем его конкурент более того уровень производительности всех рассмотренных игр лежал выше 30 fps в каталоге компании sk hynix появились 16 гигабитные чипы памяти формата ddr4 которые обещают второй прирост объема оси у теперь он может достигать 256 гигабайт на один модуль вдобавок это позволит оборудовать планки меньшим количеством чипов что снизит энергопотребление также появилась возможность создания двухранговых пользовательских 64 гигабайтных модулей важным преимуществом станет и удвоенное количество поддерживаемой озу на серверных платформах intel и amd так на системах с процессорами amd epic максимальный поддерживаемый объем памяти достигнет 4 терабайт связи с новым витком майнинговой лихорадки nvidia решил обратиться к продавцам с просьбой обеспечить геймерам первоочередной доступ к видеокартам впрочем это заявление носит лишь рекомендационный характер поэтому компания никоим образом не будет вмешиваться в ценовую политику или тем более ограничивать спекуляционные аппетиты часть германских ритейлеров откликнулась на эту просьбу и установила лимит в 2 5 графических адаптера на один заказ но опять же никто не мешает сформировать несколько заказов для приобретения нужного количества видеокарт одним словом пока одни получают сверхприбыли геймеры все активнее поглядывают в сторону консолей в скором времени должен состояться релиз новой серии видеокарт msi radeon rx 500 armor mk2 сообщается о подготовке как минимум четырех новинок которые будут отличаться черно-красным дизайном и модифицированной системы охлаждения другие подробности пока не сообщаются популярная среди экономных геймеров серия sapphire пульс пополнилась новой видеокартой она относится к семейству radeon rx vega 56 имеет небольшой заводской разгон gpu и фирменный трехслотовый кулер к сожалению очередной виток крипто лихорадки поднял цену новинки до 790 евро состоялась презентация низкопрофильного процессорного кулера silverstone argon ar11 его высота составляет всего 47 миллиметров и он может использоваться в паре с 95 ваттными процессорами от intel конструкция новинки включают 4 медные тепловые трубки алюминиевый радиатор и 92 миллиметровый вентилятор на базе двойного шарикоподшипника стоимость и дата поступления кулера в продажу пока не сообщаются а в зарубежных магазинах открылся предзаказ на модуле кэш памяти intel opt-in mem m10 которые призваны сократить время доступа к часто используемой информации на диске новинки построены формате м2 на базе микросхем 3d x point с внешним интерфейсом pc express 3.0 всего в линейку войдут 9 моделей емкостью 16 32 и 64 гигабайта по цене от 48 долларов дата начала отгрузки пока неизвестно состоялась презентация новой серии накопителей sandisk x600 они построены на базе 64 слойной флеш памяти 3d tlc nant а для кэша используют s lc блоки в ее состав вошло 5 моделей емкостью от 128 гигабайт до 2 терабайт причем все они будут доступны как в двух с половиной дюймовом формате так и в виде карт расширения m2 скоростные показатели у новинок достигают 560 и 530 мегабайт в секунду при чтении и записи данных британская компания integral memory представила самую емкую в мире пользовательскую карту micro sd объемом 512 гигабайт она обладает скоростью чтения и записи данных на уровне 80 и 10 мегабайт в секунду а также соответствует стандарту v10 что позволяет использовать ее для записи видео в высоком разрешении в продаже новинка появится феврале однако ее стоимость пока не сообщается компания thermal take вывела на рынок новый бюджетный корпус versa h17 который построен в формате micro case он получил строгий дизайн 4 слота для карт расширения 4 отсека под диски и 5 посадочных мест под вентиляторы также новинка может вместить видеокарту длиной 350 миллиметров и процессорный кулер высотой 155 миллиметров приобрести корпус можно уже сейчас по цене 45 долларов компания asus представила игровой пк rock strix gl12 он собран в стильном корпусе с прозрачной боковиной и фирменной подсветкой aura sync внутри установлена материнская плата на z чипсете шестиядерный процессор intel кофе лейк и до 64 гигабайт узел а в роли видеокарты может использоваться ускоритель от nvidia включая geforce gtx 1080 стоимость данной сборки пока держится в секрете ассортимент компании dell расширился парой ультра тонких мониторов они построены на основе 24 и 27 дюймовых ips панелей с разрешением full hd и qhd также новинки могут похвастать 99 процентным охватом палитры srgb и возможностью отображения hdr контента стоимость мониторов составляет 300 и 500 долларов компания lg представила новый 4к монитор он построен на базе 27 дюймовый ips панелей с 10 битной глубиной цвета и 99 процентным охватом палитры srgb также новинка оснащена портом usb 3.1 type-c с возможностью передачи изображения в 4к разрешение в продаже монитор появится с ценником 700 долларов представлен обновленный лэптоп xiaomi mi ноутбук air он может похвастать наличием четырех ядерного процессора intel core 8 поколения 8 гигабайтами озу и мобильной видеокарты nvidia geforce mx 150 для вывода картинки используется 13 дюймовый full hd экран закрытый стеклом corning gorilla glass а в наборе внешних интерфейсов присутствует порт usb type-c на китайском рынке ноутбук будет стоить 850 долларов наконец-то нам показали новый смартфон vivo x20 plus youtube в котором реализован встроенный в дисплей сканер отпечатков сам аппарат получил 64 дюймовый олэд дисплей с соотношением сторон 18 9 8 ядерный процессор от qualcomm и 4 гигабайта озу также не обошлось без двойной основной камеры на 12 мегапикселей и довольно неплохого аккумулятора на 3900 миллиампер часов цена смартфона для рынка китаем составляет 570 долларов в продаже по цене 60 долларов появилось второе поколение доступного смартфона lg aristo 2 он оснащен 5 дюймовым hd экраном четырехъядерным процессором от qualcomm и двумя гигабайтами озу также аппарат получил 13 мегапиксельную камеру с фазовым автофокусом неплохой аккумулятор и актуальную os android 712 new god состоялся анонс высокоточной беспроводной мышки microsoft surface precision mouse она получила 6 кнопок и встроенный литий-ион аккумулятор заряда которого должно хватить на три месяца работы для подключения манипулятора можно использовать радиоканал на 24 гигагерца bluetooth или порт usb при этом мышь способна одновременно обслуживать три различных устройство ну что ж новостной блок пройден за успешное прохождение ставим лайк оформляем подписку или просто оставляем комментарий вам не сложно а нам приятно сделали теперь переходим к обзорам в понедельник мы опубликовали любопытное сравнение сейчас на рынке самым доступным представителям микроархитектуры amd zen является райзен 3 1200 вот мы решили проверить насколько он хорош в актуальных играх и бенчмарках по сравнению с близкими конкурентами в среду пришла очередь обзору 4k телевизора от компании винга к преимуществам данной модели можно отнести приятный дизайн широкий набор внешних интерфейсов встроенный тюнер формата т2 а также возможность воспроизведения мультимедийных файлов с внешнего юсб накопителя ну а ценник порядка 13000 гривен делает ее одним из самых доступных вариантов среди 50 дюймовых аналогов днем позже был представлен отчета тестирование корпуса винга polaris перед нами стильное и весьма просторное решение рассчитано на сборку среднестатистической рабочей или игровой станции вдобавок оно оснащено тремя комплектными вертушками с регулируемой подсветкой и частотой вращения что в паре с современными компонентами позволит создать зрелищную систему и наконец в пятницу мы опубликовали обзор двух процессорных систем охлаждения от компании арт вулф модель performa 9x является классическим башенным кулером который легко справится с горячим нравом разогнанных многоядерных cpu в то же время performa 3x выступает компактным решением который обеспечит бесшумную работу системы в штатном режиме при любой нагрузке на этом все друзья такие новости и обзоры были опубликованы у нас на сайте на прошедшей неделе подписывайтесь и до следующего выпуска подписывайтесь и до следующего выпуска ставьте лайки и видео